МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Александра Третьякова. Это программа «Такой день», как всегда, для вас. Самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. Как всегда, в первую очередь, мы подключаем соцобъекты, а дальше идем по графику. Официальный старт начала отопительного сезона, когда белгородцам ждать тепло в своих домах. Большой ресурс, который мы тратим на восстановление разрушенных объектов, социальной инфраструктуры, жилых домов, транспортной инфраструктуры, других объектов, конечно, нам нужна дополнительная помощь. Новый сенатор от Белгородской области. Какие интересы жители региона будет защищать Жанна Чифранова? Это очень круто, что тут есть мероприятие, школа. Ты получаешь знания и одновременно можешь повеселиться и чем-то позаниматься. Полноценные уроки в оздоровительном лагере. Сколько школьников из приграничья отправятся на очное обучение в детские центры отдыха. Начнем с одной из самых важных для многих жителей новостей. С сегодняшнего дня запускают отопление в школах, детских садах, больницах и других социальных объектах области. На еженедельном оперативном совещании регионального правительства власти объявили о начале отопительного сезона во всех муниципалитетах. Губернатор отметил, с наступлением холодов обращения, связанные с этим вопросом, одни из самых частых. Напомним, решение о старте подачи тепла районы и округа принимают самостоятельно, ориентируясь на прогноз погоды. При этом по закону коммунальные службы должны включить отопление, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов по Цельсию. Понимаем, что нужно смотреть на прогноз, чтобы не получилось, как иногда бывает, что в течение одного дня похолодало, затем идет потепление и начинается обращение в прокуратуру и суды жителей с неправомерностью подхода глав муниципальных образований по включению отопления, а значит, по дополнительным расходам из доходов жителей. Поэтому просьба очень внимательно смотреть за температурным режимом. Как всегда, в первую очередь мы подключаем соцобъекты, а дальше идем по графику. Процесс запуска системы организован поэтапно. С 9 октября тепло начнет поступать во все социальные учреждения. Параллельно ведут работы и по многоквартирным домам. Вообще, отопительный сезон в соцсфере начался с 5-6 октября, но с сегодняшнего дня все запускаются 100%. Замгубернатора по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Довгалюк объяснил, как будут подавать тепло в квартиры. Так, с сегодняшнего дня к запуску систем по графику приступают практически все территории. За исключением Белгорода, Губкинского, Равинского и Яковлевского муниципалитетов. Которые планируют начать подключение отопления в жилом фонде с 11 октября. Еще одна важная тема оперативного совещания – развитие малого и среднего предпринимательства. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки этой категории бизнеса в нашей области, по мнению губернатора, необходимы следующие шаги для увеличения объемов производства. Развитие Вячеслав Гладков видит в создании дополнительной инфраструктуры, которая позволит повысить компетенции тех белгородцев, кто решил заниматься своим делом. Уверенности двигаться дальше придают и последние важные успехи. Напомним, недавно стало известно, что Белгород занял 18 место среди лучших российских городов для ведения бизнеса. За всю историю подобных исследований позиция стала самой высокой для столицы нашего региона. Рейтинг составило авторитетное финансово-экономическое издание Forbes. При его формировании среди множества показателей учитывали в том числе и количество субъектов малого и среднего предпринимательства. В целом же, по информации, озвученной на сегодняшнем совещании руководителем регионального управления налоговой службы Натальей Поповой, в едином реестре больше 60 тысяч наших бизнесменов малой и средней руки. И несмотря на оперативную обстановку в регионе в 2023-м, их число продолжает расти. По состоянию на 1 июля текущего года наблюдается положительная динамика и количество субъектов МСП и численности их сотрудников. Таким образом, показатели деятельности субъектов МСП в текущем году достигли и уже превышают показатели 2021 года. Для примера, в прошлом году практически четверть всех доходов, поступивших в областную казну, налоговые платежи от средних и малых форм хозяйствования. В денежном эквиваленте это больше 24,5 миллиардов рублей. По прогнозам 2023-го сумма будет существенно больше. Почти треть всех поступлений обеспечивают налогоплательщики в сфере торговли. Порядка 24% за обрабатывающей промышленностью и 15% строительством. Абсолютно объективная информация. Несмотря на сложность на границе, у нас идут очень хорошие показатели. Очень хорошие показатели. Практически по всем направлениям. Это результат огромной работы. Вы вспомните только объем финансовой поддержки, который был в прошлом году нами запланирован. Это все дает в этом году свои результаты. Нам нужно делать следующие шаги. Отметим, если сравнивать минувший год с 2021-м, то объем поддержки субъектов малого и среднего бизнеса вырос почти в 6,5 раз. С 220 миллионов практически до 1,5 миллиардов рублей. Весомая госпомощь дала возможность развиваться и тем, кто только решил попробовать свои силы в предпринимательстве за счет социальных контрактов. Это подтверждают и данные в разрезе активов предприятий, количество их сотрудников и прочих характеристик. Так, из 60 тысяч действующих белгородских субъектов малого и среднего предпринимательства, почти 90% относятся к микробизнесу. Глава региона отметил, для того, чтобы его масштабировать до малых и средних форм хозяйствования, необходимо продумать дополнительный механизм. Человек, у которого есть желание, есть идея, он приходит, получает господдержку. Но дальше же вопрос компетенции. Человеку же нужно оказать помощь с точки зрения обучения. Как нам создать дополнительную инфраструктуру, которая бы позволила, опять, через дополнительное повышение компетенции микропредпринимателей, пытаться увеличивать выручку, увеличивать объем выпускаемой продукции. Продолжаем выпуск. Бывший главврач областной клинической больницы святителей Асафа Жанна Чифранова будет представлять интересы белгородцев в Совете Федерации. Рабочую встречу с новым сенатором провел губернатор Вячеслав Гладков. Обсудили предстоящие задачи и ближайшие планы. Среди приоритетных – участие в проектах здравоохранения, оказание социальной помощи, развитие экономического сектора. Нужно, конечно, выносить на федеральный уровень и информацию о том, что сокращение доходов областного бюджета по сравнению с 2021-2022 годом, плюс достаточно большой ресурс, который мы тратим на восстановление разрушенных объектов, социальной инфраструктуры, жилых домов, транспортной инфраструктуры, других объектов. Конечно, нам нужна дополнительная помощь. Напомним, пост сенатора от Белгородской области в Верхней Палате Парламента страны с 2003 года занимал Николай Иванович Рыжков. Ему 94 года, а из них почти три десятка лет он представлял интересы жителей субъекта. Сначала в Государственной Думе, а затем и в Совете Федерации. Политик также известен как истинный патриот страны, хранитель ее истории. Один из множества примеров – его огромный вклад в развитие музея-заповедника Прохоровское поле. Возглавляя одноименный попечительский совет, экс-сенатор помог создать на третьем ратном целый мемориальный комплекс, посвященный памяти героев-победителей, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Добавим, как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Конников, с завтрашнего дня в должность главного врача областной клинической больницы святителя Иосафа вступает Роман Проценко, который ранее возглавлял 2-ю городскую больницу Белгорода. Лучшим коллективом и сотрудникам социальной защиты населения области сегодня вручили премию имени Павла Бедненко. Награда учреждена в 2009 году. Носит имя ветерана Великой Отечественной, который более 30 лет проработал директором Граеворонского психоневрологического интерната. Среди награжденных Елена Батракова. Бескорыстной помощи пенсионерам она посвятила более 15 лет. Возглавляемой ею общественной организацией «Серебряные волонтеры» состоит уже более тысячи пожилых людей. Немало и молодых. Они помогают в обучении компьютерной грамотности, настройке телевизора, доставке продуктов. Человек 160 у меня студентов. Но они нам необходимы. Моют полы дети, контролируют работу пожилые. И вот такой у нас тадем. И вот новый проект «Поможем друг другу» у нас именно на этом и построен. Весь год мы в этом году будем работать вместе с молодежью. Они нас научат тому, чего не умеем мы, а мы их тому, что уже накопили в своей жизни большую. Премию вручают в трех номинациях. За высокое качество предоставления услуг, за развитие инновационных технологий в системе соцобслуживания и за преданность делу. В этом году отметили семь человек и две организации. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, такой труд неоценим. Великолепные результаты показывает сейчас наша соцзащита по реализации проекта «Социальный контракт». Потому что реальный механизм борьбы с бедностью, помочь тем семьям, которые находятся в крайне непростой жизненной ситуации, и большая помощь федеральная в этом направлении. Но без вашей вот этой вовлеченности в этот процесс достичь таких результатов, которые у нас есть, конечно, невозможно. С этого года сумма вознаграждения лауреатам увеличена вдвое. Перенесемся в Солнечный Крым, на побережье Черного моря. Бригантина Белогория продолжает принимать детей с приграничных территорий, где пока оперативная обстановка не позволяет учиться очно. Поэтому ребята поехали не только отдыхать, но и получать знания. Как все удается совмещать, расскажет Кирилл Мусаев. Елизавета из поселка Уразово Валуйского округа уже познакомилась со всеми ребятами из своего экипажа. Так в Бригантине Белогория называют отряды. Признается, за время дистанта успела соскучиться по живым урокам, когда видишь друзей и преподавателя не через экран телефона или ноутбука. В знаменитом оздоровительном лагере целых два учебных корпуса, 14 аудиторий и конференц-зал. Именно здесь, в современных и удобных помещениях, проходят занятия. Это очень круто, что тут есть мероприятие, школа. Ты получаешь знания и одновременно можешь повеселиться и чем-то позаниматься. Мы можем вживую пообщаться с учителями. Они могут к нам подойти, помочь, что-то подсказать, исправить. Девчонки будут положительные договорились, а мальчишки будут у нас отрицательными частичками. Давайте попробуем сделать одну молекулу, в которой будут только и умные связи. Такой формат по душе и Натальи Гарагули, учителю химии с 2-й Уразовской школы. Преподаватель делится. Несмотря на то, что уроки проходят в санатории, где все располагает к отдыху, ребята к занятиям подходят ответственно. Четко есть разграничения, когда дети проводят лечебные процедуры, а когда есть учебные занятия. Уроки проводятся, как правило, в игровой форме, потому что это сочетание нескольких классов, и дети задействованы абсолютно все. Мы разбираем сразу на месте, кто что знает, кто не знает, с этим знакомимся, и дети получают нужные ответы. А в свободное время КВН, фэш-мобы, активный отдых и еще множество занятий, где дети могут проявить свои творческие способности. Мне очень нравится в Бригантине Белогорье. Здесь очень весело, очень интересные уроки, совсем не скучные. Очень заполнился туризм, когда мы лазили на канатах. Тут есть бассейн, много мероприятий, дискотеки по вечерам. Как и в любой школе страны, здесь по-особенному встретили День учителя. Для преподавателей выступления ребят. До начала лета Бригантина Белогорье будет принимать школьников, которые за оперативной обстановкой остаются на удаленке. Ребята в течение трех недель, пока длится смена, смогут обучаться очно. Еще одна такая площадка – Международный детский центр «Артек». Его с сентября по декабрь посетят 800 белгородцев из Приграничья. Кирилл Мусаев, Кирилл Афанасьев. Такой день на Мире Белогоря. Поезд здоровья продолжает курсировать по Белгородской области. Всего с начала года четыре мобильных комплекса отработали в 98 населенных пунктах. За это время обследования прошли более 24 тысяч пациентов. Специалисты из областного центра выезжают туда, где их помощь особенно необходима. В первую очередь в отдаленные селы и хутора. На этот раз медицинский состав принимает жителей в Яковлевском округе. С подробностями Александра Харина. В Яковлевский округ поезд здоровья приезжает уже не в первый раз. 9 октября медицинский состав сделал остановку в селе Алексеевка. В бригаде лучшие врачи областного центра и районной поликлиники. Здесь и экспресс-обследование можно пройти, и к узкому специалисту попасть. Принимают как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Среди пациентов и жителей близлежащих населенных пунктов. Сел Красное и Луханино, а также хутора Шепелевка. Я считаю, что это очень удобно. Очень удобно. Я только начала обходить. Фирографию прошла. Первый кабинет и второй. Сейчас в третий пойду. На мобильном комплексе все для прохождения первого этапа диспансеризации. Если необходимо, врачи выписывают направление на дополнительное обследование. Всю неделю в Алексеевке будут принимать в том числе офтальмолог, кардиолог, невролог и другие врачи. Держите ваточку, прикладывайте пальчик. Поезда здоровья, несомненно, сделали доступной медицину в населенных пунктах, которые находятся в отдалении от медучреждений. С помощью современного оборудования у некоторых пациентов выявляют серьезные заболевания на ранних стадиях и направляют на дальнейшее обследование. Флюорография, маммография, консультация терапевта, достаточно узкий скрининг по холестерину, по глюкозе. Можно пройти с проведением электрокардиограммы, со скринингом онкозаболеваний, что достаточно важно для пациента ежегодно. В этом году благодаря губернаторскому проекту в регионе уже более 24 тысяч человек получили консультации и прошли комплексную диагностику. Александра Харина, Вадим Кулинич. Такой день на мире Белогорья. И о спорте. Совсем скоро, 11 октября, стартует Суперлига по волейболу. Первую игру Белогорья проведет 14 октября с сургутской командой «Газпром-Югра». У нашего клуба, к слову, большие кадровые изменения. Смогут ли львы улучшить показатели в новом сезоне? Об этом на пресс-конференции рассказал Сергей Тетюхин. После прошлого сезона Белогория покинули три волейболиста. Связующий Игорь Каладинский, центральный блокирующий Игорь Филиппов и доигровщик Илья Сподобец. Новый центральный Михаил Штыблов, который ранее играл за молодежку. Место Каладинского займет также воспитанник белгородского волейбола, временно выступавший за питерский автомобилист Кирилл Чекмизов. Уже в середине октября к клубу присоединится доигровщик сборной Китая Джан Зининь. Он перешел в Белогории из польского Трефл-Гданск. Изменения и в тренерском штабе. На другую должность перешел Борис Колчин. Он будет координатором между основной, юношеской и молодежной командами. Последнюю возглавил Сергей Брусенцев. В первую команду у нас пришли Александр Волков, знаменитый олимпийский чемпион, выдающийся волейболист. В этом году окончил карьеру. Ну и вот так совпало, что мы решили пригласить его в качестве тренера главного. И помогать ему будет Леонид Кузнецов, тоже всем известный. Некоторое время играл здесь, в Белгороде у нас. Также приехал еще у нас новый статистик. Это Павел Абашев, он будет тоже помогать, потому что Иван Пух сейчас пересел на скамейку и будет помощником тренерского штаба. Задача Белогорья на сезон, говорит Сергей Тетюхин, как минимум сделать шаг вперед. Загадывать и бравировать какими-то местами, наверное, будет неправильно и для нас, и для болельщиков, и для игроков. Но тем не менее, в высказываниях главного тренера Александра Волкова, я думаю, правильные слова сказаны, что каждый должен стремиться стать чемпионом. Это главная задача в понимании и психологии наших волейболистов. Также в этом сезоне Белогория продолжит базироваться, тренироваться и играть в Туле. Напомним, директорат всероссийских соревнований принял решение не проводить матчи чемпионата страны в областном центре из-за оперативной обстановки. Как и в прошлом году, клуб будет устраивать все выезды на значимые матчи для фанатов. Мы всегда будем стараться этот вопрос прорабатывать и вести своих наших болельщиков, замечательных болельщиков, без которых нам сложно будет. Это мы как бы хорошо там не встречали в Туле, наши болельщики все-таки, они другие, они наши. В минувшие выходные в Белгороде соревновались любители острых ощущений. Состязания по памп-треку собрали около 50 экстремалов разных возрастов. Юноши и девушки показывали класс на самокатах, трюковых велосипедах и маунтинбайках. Как отметила наш корреспондент Маргарита Аксенова, несмотря на осенний холод, на площадке было жарко. Она погрузилась в атмосферу уличных гонок и прямо сейчас готова поделиться впечатлениями. Велоспортом Ирина занимается уже 10 лет. Не так давно переехала в Белгород из Липецка и выступает за нашу сборную. Самые запоминающиеся соревнования, как рассказывает девушка, были на чемпионате России в Архызе. Горы, адреналин, красивая природа. У нас в регионе спортсменка любит выезжать на тренировки в парке. К открытому состязанию на памп-треке решила присоединиться, чтобы попробовать для себя что-то новое. Такие трассы отлично помогают не расслабляться в межсезонье, когда заканчиваются большие турниры. Велосообщество растет, присоединиться к нему может каждый. Начните с легких прокатов по парку, выездов по выходным. И постепенно вы втянетесь, вам понравится, вы захотите преодолевать быстрее, выше, сильнее. Но если захотите втянуться в этот динамичный спорт по полной, будьте готовы выкладываться, как 70-летний Егор. У меня начинаются пары 12 часов. Я вот с утра все время выезжаю, катаюсь, как раз никого нет. Каждый день практически. Все время заряжаюсь на учебу. Прихожу, такой радостный, все там какие-то соны. Едя проснувшись, я уже покатался на спорте, как всегда. На BMX парень катается уже 3,5 года. Всему научился сам. Пока участвует в соревнованиях в Белгороде, но стремится выйти на всероссийский уровень. А благодаря таким новым площадкам развивается и вело-сообщество. В этих соревнованиях участвовало уже около 50 человек. У нас есть категория дети, это 10-14 лет. Участников в этот раз немножко меньше, 6 человечков, скорее всего, из-за погоды. У нас самокатов 15 человек, просто неожиданно. У нас появились девушки, уже прямо на постоянной основе, их уже четверо. Категория BMX и категория МТБ 15+, у нас все остальные, основная масса 19 человек. Для экстремалов не преграды, даже холодная, дождливая погода. В состязаниях участвуют целыми семьями. Малыши на самокатах, родители показывают классно о маунтинбайках. Но главное здесь поддержка и дружба между участниками. Маргарита Аксенова, Вадим Кулинич, программа «Такой день» на Мире Белогория. И еще одна информация. Сразу после выпуска смотрите на Мире Белогория запись вечернего эфира Вячеслава Гладкова «10 вопросов к губернатору». Ну а на этом все. В студии работала Александра Третьякова. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Редактор субтитров А.Семкин